Это не потому, что Бритная Петрополь еще не пользуется принципами Оскара. Про нас еще не дошло. А темнокожих почему не возрождается? Не по этому. Где темнокожие? Ты выйдешь чуть позже, и я на твоем пределе объясню. Одни и две, это уже невозможно. Так вот, единственная женщина среди наших лауреатов, единственная, не случайно, это сознательная личность. Дело в том, что кого еще можно поставить рядом с этой женщиной? Ну, кого? Ну, поставить эту другую женщину в глупое положение. Зачем? Она одна. Вот только в наших капустниках она сыграла бабушку, которая шла из бани, у которой с ума сошел тазик и стал голосом Левитана кричать «Да, суполномочий!» Это она. Следовательница НКВД, которая под Дунаевского проводит допросы своих заключенных, это тоже она. Пионерка, которая приветствует всех и вся, выходя на сцену, и ее знаменитое «Мы, внуча-то Ильича, шлем салют вам от плеча, ушло в нору». Она играла у нас чукотского шамана, который играл вот на этой вот штуке, на крупном плане, и музыканты абсолютно не понимали, когда она успела научиться. В общем, заканчиваем. Актриса с тысячью лиц и при этом абсолютно неповторимая. Вот так бы я сформулировал свое отношение к этой потрясающей, любимейшей нами актрисе. Я приглашаю к этому микрофону, по-первых, конечно, фручанта Народного артиста России Иван Ивановича Краскова. И сразу же приглашаю к микрофону лауреата Народного артиста России Ольгу Владимировну Булкову. Спасибо. «Нюансы. Оказывается, можно быть счастливым, если сидишь и ничего не делаешь высоко». Значит, вот, это великовозрастная женщина, моя любимая партнерша. Как мы с нею сыграли в Антигоне. У Шиперса. У Шиперса Евгения Львовича, талантливейшего человека, который мы забыли, совсем не помню. Еврей, кстати, сильно успокоился. Еврей нормальный. Еврей. Еврей, Армений. Двоя отец переучезни. А, эту другое? Ну, Стас Мамин только что. Микоянов, внук, ты что? Ну, это дело-то не в этом. Дело в том, да, про тебя, я хочу сказать. А потом мы играли на творческом вечере с Оленькой, мы играли двое на качеле. Это английская пиеса, Андрюша. Значит, Ольга приезжала ко мне на улицу Альминского, это около метро Елизаровской. И мы шли к трамваю, помнишь, к автобусу на проспект Абухской обороны и повторяли текст. Вот чтобы не потеряли это все. И вот идем мы, и шепотом, ну все-таки, чтобы не, знаете, не выпендриваться. А получилось так, у меня была любимая фраза, которую я не мог спокойно сказать. Я говорю, ты всегда хочешь меня спустить в унитаз? Это на улице, можете так сказать, около Невского рынка. Люди смотрят, а-а-а, артисты. Да, вот Оля, значит, «Антигону» ты сыграла гениально. Ужасно. Ужасно гениально? Со мной не здоровались коллеги, они отворачивались, встречая меня. Я была счастлива. Это называется, ты так на завтра шлила, потому что мне наплевать было, что говорят по этому поводу. Но коллектив коллег не принял эту работу. Да, ну а коллеги, значит, немножко того. Ну ладно, дело-то не в этом. Я почему рассказал про ворота. Высоко сидит. Так вот в нашей актерской табеле о рамках Ольга Владимировна Волкова сидит очень высоко. Одна из цариц нашего цеха. Ребятки, я люблю эту женщину и считаю, что это совершенно справедливо. Только так поздно вручают эту премию, меня эта папарацци достала. Вертецы, вертецы. Извини, пожалуйста. Пожалуйста, Андрюша, ты знаешь, я плохо вижу. Прочти, за что дают премию? За все. Спасибо. А я вообще не вижу. Все эти прочти. За яркий актерский почерк. И автобиографическую прозу разных лет. Поняла? Привет. Так, давай. А я покажу прозу пока. На самом деле. Повесишь на сцене. Если кому-то посчастливится найти это на полках, друзья мои, я просто очень рекомендую. Это та самая книга, автобиографическая проза. Переглёстки судьбы. О моём доме и о моём театре. Автор Ольга Владимировна. А теперь слово «Бюл». Это не дам эту книжку. Эту мы зацикли. Садитесь, Иван Иванович. Сейчас она будет говорить. Так и будет. Пересаживай. Ну, во-первых, я не просто ошеломына приглашениями. Может, какой надо будет иметь у кого-то бинокль, чтобы оскорбить меня, затпаться в пять лет живущего в Москве, на 101-м километре у кадра и пригласить сюда. Как я счастлива. Я благодарна не только этой подарочной премии, потому что у меня будет в ноябре, может быть, надеюсь, премьера, где по Достоевскому я играю с страстью по фамилии, по-сёму-кифанчику, роль генеральш. Это просто такое совпадение невероятное. Это раз. Во-вторых, я благодарна Москве, что помогла выжить, продлить жизнь моим близким. И подсказали на ноги детей, и внуков, и уже правдуков. Но, не хочу огорчить никого, но видеть лица ваши – это такое счастье. Когда-то мой покойный теперь муж, молоденька, говорил, что он плыл в море, и кто-то встречает, говорит, я вижу лицо, лицо. Я смотрю на вас, я вижу лица, которые не в обиду Москве, что очень социальный разрыв большой. Я не тусовочный человек, я нигде не бываю. А сейчас я вижу лица штучные. Это такое счастье. Это большая радость. Я бесконечно благодарна за эту высокую часть принятия в время. И хочу сказать, что папа в луковей. Вот как Грина и Питерская, раньше петельских людей отличали по речи. Мы, например, очень быстро говорили. Быстрее, чем все. В Свердловске не понимали нас, потому что мы слишком быстро говорили. А потом, один раз, гордясь, что нас узнает, напряженный какой-то парень подходит и говорит, вы не здешняя? Я говорю, как вы узнали? По речи, он говорит, нет, у вас здесь все в порядке. Я была несколько разочарована, но тем самым вот. Так вот, про крови. Но в Питере, благо, предки мои жили здесь, прадеды и прапрадеды, ну, шесть коробей. Чехи, норвежцы, немцы, поляги, французы. И когда я вонула в Москву, помог мне Рязанов и Лужков спасили им купить квартиру. Гальяна у нас в Москве Лаги, потому что говорили дамы, вы не имеете права купить квартиру, потому что вы не москвичка. А мой прадед выгнал моего деда по отцу, потому что он приблудил в таборе ребеночка. Ребеночка принесли к крыльцу, а он наделся двумя носоками, а деда выкинул в Питер, на борт, на борт в Штиклице. Дом стоит, двухэтажный, это был, а дом грянул от революции, он оттуда смылся. Был завод лакокраски. Я единственная наследница на Трехкутном, в двух домах подарю. Фиг с маслом я иду, ничего, никогда в жизни. А по питерской линии, так вот я узнала, когда моя сестра подняла документы, что я москвичка по прадеду, я узнала, что он выглест. Я так была горда, что у меня есть еще капли в еврейской крови. Я была счастлива. Так что вот мы многонациональный город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова